Друзья, всем привет! Я получила небольшой запрос, что возможно некоторые художники хотят выбрать отображение своей галереи не в формате, когда все картины показывают на главной странице, как примерно вот здесь, да, в том порядке, как мы добавляем, а в формате, когда мы можем разделить их на категории по ключевым словам или по тем жанрам, которые у нас представлены. Показать, как это работает, очень просто. Мы можем либо нажать вот здесь вот на Welcome, да, и перейти в нужные нам настройки, точнее нет, я сама запуталась. Идем, в общем, в наш My Paintworks и заходим вот здесь с правой стороны в меню, в раздел Manage Gallery категории, да, Categories. Открываем этот раздел и здесь у нас есть две опции. Как оно работает? Чтобы не запутаться, мы всегда можем открыть с главной страницы раздел Вопросы и ответы. И здесь представлены с картинками все, что нам нужно знать, как работает параметр категории. Давайте посмотрим. Вот здесь прям показано, как перейти, где искать и как они организованы. Здесь у вас есть возможность организовывать двумя способами. Видите, Predefined Categories и Custom Keyword Categories. Вот они здесь у нас есть. Add Predefined Categories или по ключевым словам. Если мы выбираем раздел вот этот Predefined, то нам предлагает сам Daily Paintworks определенные разделы, которые разделены по общим тематике, да, все работы доступные, проданные, либо по жанрам. Если мы выбираем эту категорию, то для каждой из них мы можем уже выбрать нужную нам категорию, выбрать вот здесь вот категорию Image. Это будет главная страничка. Вот смотрите, вот как вот здесь, например, да, показано на примере. Когда мы выбрали категорию, мы выбрали ей Image, мы можем добавить, в принципе, ключевые слова, либо описание вот здесь вот, Description. И вот так они будут у нас составлены. И когда мы их составим, мы также можем поменять порядок. То есть мы можем поставить вот эти, все нужные нам опции, в те, которые представлены. И тогда на основе тех категорий, которые представлены у вас в работе, да, автоматически система подтянет нужные картинки. Потому что когда мы выбираем жанр, у нас все наши картинки ранджируются там, там, скажем, пейзажи, морские пейзажи, натюрморты и прочее. И это здесь будет в автоматическом режиме. Если мы зайдем и добавим Add Keywords Category, то здесь другая тематика. Мы сами задаем имя. И вот как здесь сказано. Если вы выбрали Keywords Category, то здесь важно что? Чтобы у вас ключевое слово было одно. Почему? Потому что если вы, например, ведете, вот здесь в примере, у вас раздел хотите собаки, да, но хотите добавить собаки вместе с акварель, да, мы, например, добавим категорию, что категория материала акварель, тогда система, как здесь говорится в инструкции, подтянет все картинки, где указан ключевое слово акварель в том числе. И там не будут только собаки. И нам это не важно и не нужно. И здесь стоит учитывать только те ключевые слова, которые относятся, например, к собакам. Да, вот здесь собака, собаки, папи – это щенок или папис – это щенки. То есть, если вы хотите сами сделать по ключевым словам, то вы вписываете все подходящие ключевые слова, и тогда относительно вот них автоматически тоже система увидит, какие картинки ранжированы этими ключевыми словами, и тогда она сама тоже автоматически распределить в нужные вот эти графы. Вот здесь у человека, у художника, у него по базовым категориям, которые предлагает сам Daily Paintworks. И, в принципе, вот вы видите вот здесь, как это будет представлено. Здесь можно менять их порядок, как здесь сказано. Прописывайте все четко ключевые слова, чтобы у вас не было несколько раз одинаковых. Это можно, перейдя в раздел «Картинки». Давайте я сейчас вернусь сюда. Это можно либо через Art Tracking Grid, конкретно открывая каждую картинку и проверяя, какие ключевые слова к ней добавлены. Банально откроем что-нибудь. И вот здесь вот эти все ключевые слова. Либо, если мы уже посмотрим дальше, этот параметр, по идее, должен быть у нас прописан вот здесь. Видите? Keywords. То есть, в принципе, не заходя в конкретно каждую картинку, вы можете автоматически прописать здесь то, что вам нужно, вписать дополнительные слова, либо что-то убрать сразу со своей вот этой галереей, вот этой таблички. И таким образом у вас сформируются вот эти списки. Ну, картинки вы задаете, главную картинку вы задаете сами. Поэтому тут ничего сложного нет. Мне просто удобнее, например, представление, чтобы оно было в общем списке. Все картинки, которые идут, так и показывались. Потому что мне так проще также отслеживать, какие были проданы, какие нет. Но вот такие здесь параметры. Опять напоминаю, что раздел, в котором вы можете посмотреть ответы практически на любые вопросы, просто вбивайте ключевое слово. Это у нас Help Center. Он находится вот здесь. Help, в крайнем случае, можно написать всегда Support. И Дэвид отвечает достаточно быстро. Поэтому, если какие-то есть дополнительные вопросы по Daily Paintworks, то, конечно, задавайте их в комментариях, и буду уже отвечать. Всем спасибо. Всем до новых встреч. Пока.